Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Я вас всех приветствую! Также я вас хочу всех пригласить на новый канал моей мамы. Он называется С вами Сура. Ссылка будет под этим видео. Заходите, смотрите. Сейчас, дорогие мои, я для вас сделаю онлайн-расклад. Общая тема, одна позиция, и расклад будет называться «Что он сейчас обо мне думает?». Давайте будем смотреть. Не знаю, что сейчас покажут карты. Буду смотреть на колоде Альфонсо Мухи. Кстати, очень хорошая колода. Всегда на любой вопрос ответит. Так что, если что, покупайте. Итак, подумайте о своем любимом человеке. Загадайте его. Но то, что я буду говорить с самого начала, если будет все с вами резонировать, смотрите, значит, расклад до конца. Если вы чувствуете, что тема не ваша, вам не подходит эта ситуация, не ваш вообще здесь мужчина, о котором я говорю, не смотрите. Итак, максимально расслабьтесь, руки-ноги не скрещивайте. Кто что-то есть молочное, приятного аппетита, как всегда, меня здесь смотрят жующие. Отлично, девочки, кушайте, кушайте. Что еще делать, да, в такую пасмурную погоду? Кстати, какая у вас погода в вашем городе? У нас уже четвертый день ливень. Холодно, ливень, и это 2 июня. Это 2 июня уже сегодня. Так хочется сказать, ноября уже. Погода действительно какая-то ноябрьская. Итак, не представляете, через 3 месяца будет осень. Так уже осень как будто. Итак, девочки, думаем о мужчине, смотрим. Ваш мужчина здесь и сейчас, на данный момент. Кто он, что он, чем он занимается. Вот ему тоже тяжело. Вот ему тоже тяжело. Ему так тоскливо, ему так одиноко. У него, скорее всего, тоже плохая погода в его городе. А ему так хочется быть, знаете, во всеуслышании, да. Ему так хочется выйти уже просто куда-то. Вот в свет, к солнышку, да. Уже начать действовать. А ему так тоскливо, ему так плохо. Еще знаете, здесь какой момент есть? Мужчина ваш сейчас, на данный момент, что-то должен для себя сделать. Вот даже элементарно выйти. А он не может выйти. Потому что, я не знаю, холодно, плохо, тоскливо, нет энергии, апатия. И он сидит. Он сидит и понимает, что, блин, от того, что я сижу, у меня дела сами не пойдут. Под лежачий камень вода не течет. И он ничего поделать не может. А у него, как будто, знаете, вот как будто сроки, что ли, какие-то поджимаются. Или вот там кто-то дозваться не может. Или он сам понимает, что мне сегодня надо МФЦ. Потому что, если я сегодня не сделаю, завтра уже все будет поздно. Надо, надо, надо. Вставай, иди. Вставай, иди. Он как будто сам себе так говорит, понимаете. Делай, делай. А ты что сидишь? Давай быстрее. А так тяжело, так тяжело. Мне такое ощущение, что здесь мужчина, если он любит кофе, он уже с утра там 2-3 чашки пьет этого кофе, чтобы хотя бы немножко зарядиться. Потому что энергии ноль. Вообще ноль. И мало того, что здесь еще такой момент есть, что мужчина заряжается энергией, находясь в одиночестве, когда он один, когда вообще рядом никого нету. Вот он пьет кофе, он там читает, смотрит какой-то фильм, просто спит, высыпается. А ему надо идти делать. Надо, надо. В такую погоду дождливую. Блин, куртку сейчас одевать, зонтик с собой брать. Этот ветер, там, шапку, шарф. Вот это ему, он уже устал от этого. Потому что он устал от этого. Он хочет чего-то нового. А то, что сейчас происходит, как гнобежка какая-то, понимаете. Мало того, что в изоляции, так на тебе еще дождик сверху с ветром. На, милый тебе. Че тебе еще сверху дать, блин, покармить твоей по башке. И он сидит, блин, даек, макарек. Когда это все-то закончится уже? Я как бы лето хочу. Я как море как бы хочу выйти. Я хочу нормально выходить, дела свои делать. Че происходит вообще в мире? Че такое? А вы знаете, а он где-то уже и задумался о карме. Потому что он считает, у меня была возможность что-то сделать раньше, полгода назад еще. Хотя бы элементарно сделать эти, блин, чертовые бумаги какие-то, документы там сделать. А я оттягивала, оттягивала, оттягивала и сейчас на тебе, блин. Тогда ты не сделал, давай, иди делай сейчас. Здесь мужчина еще что-то, ну, кто-то из мужчин переживает о поездке. Поездка, что нужно куда-то лететь. Кому-то действительно нужно, вот именно нужно. Потому что он живет в одном городе, а ему нужно лететь к себе на родину. И он сейчас очень сильно переживает. А у кого-то это тоже, знаете, может как сыграться, что поездка связана с чем-то. То есть вот если бы я уехал бы, был бы совсем по-другому. Че я здесь торчу, блин? Вот здесь вот такая, да, ситуация, что надо, может быть, пойди сейчас, я не знаю, шенгенскую визу сделать. Сделают, не сделают, не знаю. Хотя у меня была возможность полгода назад сделать. А я оттягивал там, да, вот здесь вот такой момент идет. Хорошо, ладно, все. То есть понятно, да, мужчина хочет двигаться вперед. Настроений нет. Энергии нет. Сидит, жалуется. На себя ругается, ругается на весь мир. Итак, а тема у нас. Что он думает о вас? Итак, девочки, что он сейчас думает о вас? Что он сейчас думает о вас? Что он сейчас думает о вас? Отлично. Ну, хорошо. Ух, как вы его, вы его не отпускаете. Вы его не отпускаете. Такое ощущение, что вы практически уже длительное время не общаетесь. Между вами практически ничего нет. Вот так даже можно сказать, да, как будто какая-то связь даже оборванная. Реальная связь. Общение, связь оборвана. Отрезана. Но вы его не отпускаете, потому что он постоянно о вас думает. И знаете, когда думает? Не когда он там кушает, он там что-то там работает. Нет. Он думает, когда ему одиноко, когда ему тоскливо, когда он в постели ложится один. Особенно, когда он в постели ложится один. Когда, знаете, состояние внутреннее очень расслабленное. И вы у него выходите, как в воспоминаниях. И он вспоминает с вами только приятные моменты. Не тогда, когда вы с ним уже в конце разругались, нахер другую послали. Нет. А именно, когда вот у вас там что-то зарождалось. Первое знакомство, первая встреча. Первое вот это привет, здравствуй, давай познакомься. Вот этот момент он постоянно вспоминает. Потому что он знает, что сейчас уже этого ничего нету. Остается только у вас вспоминание. Он знает, что он вам разбил сердце. Он знает, что вы ему тоже разбивали сердце. Потому что здесь, знаете, как ты мне, я тебе. Ах ты мне так, я тебе сейчас тоже такой же устрою. Он знает, что вы сейчас практически все ушли в работу. Вот каждый из вас ушел работать. Все. Потому что для вас это как одушина. Не везет, да, мне в любви. Ничего повезет в работе. Я сейчас пойду зарабатывать деньги. Я сейчас пойду расти над собой. Я пойду сейчас в мастера, а потом в начальники, а потом в генерального директора. Я сейчас поднимусь. У меня сейчас все будет очень хорошо. Он так и видит, что вы практически на него уже не оглядываетесь. В рот ему не смотрите, на него не надеетесь и его не ждете. Вы идете вперед, как мастер-профессионал, который работает над собой, который хочет зарабатывать хорошие деньги и жить шикарно. И при всем этом вы до сих пор его искушаете. Как бы вы ушли, ну и можно было поставить точку, да, ну все. А он не может поставить точку, потому что он о вас постоянно вспоминает вас. Он постоянно думает о вас. Если у вас был интим с этим мужчиной, он никак вас забыть не может, девочки. Потому что вы в постели просто леди совершенства. И вторую такую он не найдет, это точно. По крайней мере. Но он так чувствует, он так видит. А что ему нужно от вас сейчас на данный момент? Да, вот что ему нужно от вас сейчас на данный момент? Чтобы вы к нему вернулись. Да, потому что без вас у него очень плохо. У него всем, по всем фронтам все идет вниз. Все идет вниз. Потому что старший аркан сила, пардон, старший аркан солнца и пятерка пентаклик, карта бомжа, да, ее называют. То есть я все теряю. Я все потерял после нее. А я хочу опять все получать, как раньше. Потому что когда она была со мной, у меня вообще там корона светилась. Я на таком троне был. Я вообще такой мужик был. Ни одна баба мне в жизни не говорила, что я здесь вообще мужик мужиком. А вот с этой женщиной я себя чувствовала. У меня все было хорошо. У меня деньги были. У меня здоровье хорошее было. Все, что я имела, я все имела практически. Да, с этой женщиной все имела. После нее у меня как, знаете, как маятник пошел отсчитывать время. И я стал терять, 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 терять все абсолютно. Начиная от денег, заканчивая своим собственным здоровьем. И сейчас где я нахожусь? В полной попе. А у мужика рядом с вами зашкаливала вот эта собственная эгоистичная натура. Где его собственное я было просто на первом месте. Вы на это долго смотрели. Как бы, ну что, милый, ты когда остепенишься-то уже со своим я-то? А у него нет, зачем? Это нормально, я должен быть таким. Я же мужик. У него понятие мужика, значит, собственно, я растет у него и корону вместе с ним. А вам это, как женщине, все надоело? Потому что вам не это нужно в мужчине. Не это нужно. Вам нужен мужик, который вас любить будет. Который понимать будет. И рядом будет. Да? Ну, в принципе, это самое важное. Нет? Ну, нет. Значит, до свидания. Зачем вы еще ему нужны? Вы ему нужны для того, чтобы опять повысить его самооценку. Но без вас никак. Ни одна женщина больше никто ему не повышает. Вы одна повышали, теперь вы исчезли, и все, он остался как у разбитого корыта. И что теперь дальше? Не знаю. Давай-то как сам справляйся. А сам он справиться не может. Ему хреново. На него все плохо действует. Вам что дождь, что не дождь. Если вам нужно какие-то дела делать, вы встанете, оденетесь и пойдете под этот дождь. А у мужика тоже встать, его энергии нет. Он с утра кофе там уже хлыщет, понимаете? Чтобы хоть немножко там сил прибавилось. То есть выйти на этот дождик. Вот вы насколько сильные... Нет, нет. Насколько вы разные по натуре. Вы идете как сильная личность, да, внутренняя сложенность, так, характер и так далее. И насколько он у нас такой, как знаете, одуванчик. Не дунь на него. Разлетится. Еще для чего вы ему нужны? Вы знаете, этот мужчина спокойно жить не может. Вот я вам говорю серьезно. Если вы до сих пор думаете, как же к нему найти подход, чтобы с ним не ссориться, не ругаться, никогда не найдете. Знаете почему? Потому что этот мужик не может без склок. Он не может без спор. Он не может без... Без того, чтобы лишний раз тебя не унизить. Вот он без этого жить не может. Вы никогда с ним не будете иметь идеальные отношения. Никогда. Потому что все, что ты ему не предложишь, не скажешь ему в угоду, он все равно скажет наоборот. И ты сидишь уже думаешь, боже мой, и так не так, и этот не этот. Да как ему подход-то найти? Какой подход? Да никакой подход. Здесь просто нужно говорить то же самое, отзеркаливать все постоянно. Ты хочешь так, а я хочу вот так. Все, что непонятно-то? Я хочу вот так. Он же так говорит вам. И вы сидите и думаете, ну хорошо, давай я на уступку пойду. А сколько на уступку вы ходить будете? Если вы с этим мужчиной будете жить вместе, вы постоянно на уступках что-ли будете? А где ваше «я» будет, собственно? Оно у вас потом в конце жизни на голове танцевать будет. Вам оно надо? Нет. Здесь нужно то же самое говорить. А я не хочу так. Ну не хочу, и все, ты что меня заставишь? Ты меня не заставишь. И пускай он тоже где-то идет уже на уступку к вам. Потому что человек вообще не знает, как идти на уступку. У него корона там, понимаете, возвышенная. И трон, наверное, такой тоже золотой. Кем поставлен и кем куплен этот трон, я не знаю, мамочкой, может быть. Она его посадила, понимаете, с люльки сразу в этот трон. Холит ледь до сих пор, что у него там и корона растет. И он считает, что все женщины такие должны быть. Мама же всю жизнь уступает. Только надо объяснить, милая, я тебе не мама. Я тебе не мама. Ты понятно? Хочешь быть с мамочкой, так живи с мамочкой. Чего от меня-то надо, не пойму. Эта мамочка тебя там гладит. В лобик целует. Потому что каким бы ты ни был, ты для мамы будешь единственным. Но я тебе же не мама. Давай как-нибудь будем отношения строить, я не знаю, там. Смириться с чем-то. Соглашаться с чем-то. Уступать. Отношения так строятся, милая. Мама, тебя не научила, что ли? А что так? Трон под задницу тебе посадила, тебе дала этот трон. А отношения строить женщину не научила? А что так? Ну, купи хотя бы литературу по психологии. Почитай. Что такое отношения вообще? Ну, как-то так, девочки. Потому что здесь четко, здесь у нас идет эгоист, который привык только думать о себе. И он считает, как мама его воспитывала. Так должна и женщина быть рядом такой же. Ну, это ошибочно, конечно. Мама это мама. А женщина, которая появляется в жизни, это его женщина. Он, знаете, он даже женщину выбирает, которая похожа на его маму. На его маму. Ну, как-то так. Где-то это правильно. Но не надо это настолько усугублять, чтобы потом женщину, которую ты нашел, она с тобой мучилась. Это не есть хорошо. Надо какую-то золотую серединку найти. Хорошо, если тебе нравится типаж такой же, как твоя мама, ищи такой же типаж других женщин. Но это не означает, что ты должен, найдя другую женщину, она должна полностью соответствовать твоей маме. Ты что-то здесь, мальчик, путаешь у нас. Здесь уже мальчику нужен хороший психолог, который объяснит ему, что это мама. Мама от женщины, которая будущая мать твоих детей, твоя супруга. Она совершенно будет другая. Понимаете, что я хочу сказать? Я тут Америку не открываю, я просто говорю, как есть. Вот здесь мальчик у нас как-то, у него все здесь непонятно. С психологией. И воспитанием родителей. Я не знаю, есть ли даже у этого мужчины мама или нет. Даже это здесь не важно. Но здесь идет такое воспитание почему-то, понимаете? Что к женщине надо так относиться, или она должна ко мне так относиться, как моя мама. Кто это сказал? Это он так сказал? С какой, я не знаю, спонталыги он так решил? Так мыслить? Это неправильно. Он считает, что мне женщина должна. Никто в этой жизни никому ничего не должен. Вот это он понять не может. Если мама для него все делает, потому что по той причине, что она мама. Любая мама для своего ребенка все сделает. А он считает, нет. Вот мама меня любит, она меня вот так вот. Значит, и другая женщина тоже должна. Да никто ничего не должен. Так, хорошо. Хорошо. Что он еще о вас думает? Что он о вас думает? Ну вот он правильно думает, что вы от него закрылись. Знаете, он понять не может только по какой причине. Хотя где-то немножко понимает, что я был с ней скверен, жесток, сухой, безэмоциональный, постоянно какой-то такой, знаете, дотошный. Чего-то мне постоянно не хватало. Я в ней постоянно что-то пытался с нее выудить там, да. Какие-то эмоции. Сам я ничего этого не давал. Он где-то это понимает. То есть вот свои такие причины, да. Свои причины, почему он вам не соответствовал. Он где-то это понимает, но полностью он принять себя плохим не сможет. Он вспоминает о вашей с ним отношении, какие они были, какие они зарождались. Если у вас с этим человеком есть дети, то он думает о детях. Но он считает, что она от меня закрылась, она меня не хочет. Мои попытки проникнуть, да, сблизиться к ней, проникнуть к ней, они бесчетны. То есть женщина ни в какую не хочет со мной сближаться. Она меня не подпускает ни в интернете, ни в соцсетях, ни близко. Она от меня закрылась, а я ей не нужен. Но у него такие планы есть, знаете, какие. Прямо вот на сейчас. Июнь, июль, август. Что он как-то все-таки к вам пробьется. Что вы хотя бы немножко ослабите вот эту, да. Ослабите эту связь, где он сможет до вас достучаться. Вот за то время, пока он не с вами. Пока, вот за это время, пока вы находитесь, так скажем, на расстоянии, да. Он что-то для себя понял, осознал или нет. Он что-то для себя понял, осознал. Вот если вы поругались на той почве, что он пил, гулял и там вел какую-то разгульную жизнь, то я хочу сказать, что он осознал. Может быть, на этой почве вы поругались, что вы ему сказали. Ах, ты пошел гулять опять в очередной раз? Ты пошел пить в очередной раз? Ну все, мое терпение лопнуло. Давай, до свидания. Он это понял. Он понял, да. Вашим уходом вы ему показали, что уже все. Потому что, знаете, так ощущение, как будто вот накипело у вас. Вы много терпели, терпели, терпели. И уже, знаете, как точка кипения. Все, и вы отключились. Он понял это. Теперь он хочет перемен. Он хочет к вам приехать или хотя бы, чтобы вы опять появились, и все хочет начать заново, с нуля. С нуля хочет начать. Сколько раз он с нуля будет-то начинать уже? Сколько раз? Отношения когда строить? А семью когда создавать? Если он сто раз будет с нуля начинать? Это вообще просто капец. А что ему в жизни с вами не хватает? Или вообще, что ему там не хватает? Непонятно. Еще. Что ему там не хватает? Ой, господи. Мозгов не хватает. У мозгов. Мозгов не хватает. Человек закрытый. Никогда в жизни ничего никому не давал. И никого ничего не берет. Человек, который не дает, не берет. У этого в жизни человек ничего никогда в жизни не будет. Если ты хочешь в своей жизни что-то получать, расти вверх, идти вперед, обогащаться, быть интересным и так далее, тебе всегда нужно отдавать и брать. Отдавать и брать. Это энергия, которая гуляет вдоль и поперек по тебе. И она тебя будет насыщать. Потому что именно вселенная тебе отдает, берет. Вернее, отдавая и беря с тебя что-то такое. Ты взаимодействуешь с этим миром. И этот мир тебе больше дает. И что-то плохое ты там где-то или хорошее, может быть, отдаешь. Внешнему миру. Это обмен энергиями. А у него все закрыто. Все закрыто. Он сидит на своих там 10 тысяч зарплате, грубо говоря. И не понимает, как из этой задницы выйти. А знаете почему? Потому что он скупердяй по своей сути. Крохобор. Он никогда в этой жизни никому ничего там цветочка не подарил. Хотя бы элементарно, да. Подари цветочек, ты сделаешь человеку приятно. Этот человек тоже тебе обратку даст. Обмен энергиями опять. Она тебе тоже сделает что-то приятное. Где ты? Еще у тебя крылья поднимутся. Тебе еще. И потом дальше. Больше, больше, понарастающий. Этот человек не понимает. Вы знаете, что этот человек не может двигаться вперед на данный момент. По той опять же причине, что он весь закрытый. Я вам говорила, что начиная, что ему нужно идти вперед, а он тоже дождик боится. Говорила, да? Ну вот. А вам пофиг. Вам дождик, хоть буря. Сейчас вы оденетесь и выйдете, потому что вам делать надо дела. Если вы сейчас не сделаете, вы прекрасно знаете. Потом за вас никто не сделает никогда ничего. Вы сами все делаете в этой жизни. А этот, вот я не знаю, что он там ждет. Господа Бога. Там, я не знаю, высшие силы. Ангелы-хранители, что за ним на ковре в самолете приедут. И с ворточки его заберут. И полетят с ним все его дела делать. Понимаете, да? Вот у вас насколько разные мышления. Насколько вы реалистичны. И насколько у нас такой фантазийный. И вот только, понимаете, с каких-то розовых очков за ноги надо. Розовых облаков нужно за ноги спускать вниз. И говорят, милый, успокойся. Ты в реальном мире. Ты собираешься дела делать? И так будешь валяться на диване? Что-то я не пойму. Давай-давай, быстро. Одеваться и на улицу делать дела. А здесь мужчина... Он даже нормально ничего сказать не может. Он бубнить начинает. Он начинает бубнить. Здесь женщина конкретная. Одним предложением сказала так, что все понятно. А мужик... И ты сидишь и думаешь, что он несет вообще? А ты вообще что хочешь-то? Уже спрашиваешь просто, что у него там в голове-то? А ему холодно, а ему там это... А ему, понимаете, как... Хорошему, плохому танцору вечно что-то мешает. Вот у него тоже вечно что-то ему там мешает. Поэтому в жизни... Ну, сейчас, может быть, я так громко так скажу. Ничего в жизни не добьется. Но, по крайней мере, на ближайшее время он точно ничего не добьется. В отличие от вас. В отличие от вас. Потому что вы здесь идете в девятки Пентаклей. Это вы у нас самодостаточная, сильная, богатая личность. Которая все сама себе заработала и дальше еще. Да, не старается становиться. Она дальше и растет. Все нормально. Да, я ездил, я все успеваю, у меня все есть. Потому что мне то надо, это надо. Мне все надо в этой жизни. А как же? А как же? Я живу в полном смысле этого слова, Яночка. Мне все в этой жизни надо. Я такая женщина. Правильно, девочки. А я вам скажу правильно. Умницы. Правильно делаете. Так и надо. В отличие от этого мужика, который вообще действовать не хочет. Вот его лишь бы не трогали. Еще может там пивасик ему налились соленой рыбкой. И на диванчике футбол посмотреть. Нормально вообще. Жизнь хорошая. Вот так вот его оставили бы еще на всю жизнь оставшуюся. Пока он там еще плесенью не покрылся. Ему больше ничего и не надо. У меня еще, знаете, такое ощущение, что он как будто вам завидует. Завидует, потому что у него нет такого характера, как у вас. Вам бы, знаете, как местами поменяться. Вот у вас мужской характер, а у него как у бабы. Ну, такой... Обычно такая женщина же должна быть. По идее. Это у нас просто мир такой сейчас, да? 21 век. С такими мужиками, лентяями. Баба, все на себе прет, как Дуся агрегат, понимаешь ли. Идет вперед, да? По танке, если надо будет. С грунтометом, если надо будет. Прорвемся, девочки. Ну, что делать? Мир поменялся. Ну, мир поменялся. Ну, вот так вот сейчас все. Ложец. Я не знаю, что будет дальше. Я вообще не представляю. Мне так жалко молодежь, девчонок молодых, которые растут. Вот за кого замуж потом выходить? От кого рожать потом? Я просто не знаю. Так страшно. За будущее страшно. За будущее. Потому что чем дальше, тем куда-то вообще в какие-то дебри мы идем. С такими мужчинами. Да. Я не знаю, какой еще вопрос задать. Какой тут еще вопрос задать? Это тема была, да? Что он думает обо мне? Да. Так, давайте, ладно. Давайте еще раскроем, что он думает о вас. Ну, понятно. Ох, он еще думает, что вы ведьма. А ты ведьма? Конечно, он думает. Она такая. Все успевает. Так может только ведьма. Потому что дура была бы, сидела бы дом, ничего не делала бы. Ну вот. А если может все, все успевает, значит, ведьма, ведьма она. Понимаешь? У мужика логика железобетонная. Чисто мужская. Если баба дура, ну, все бабы дуры. А если ты не дура, о, значит, ты ведьма. Логика железобетонная. А он, знаете, что думает? Он думает, смотрите, что она зарабатывает бабки на уровне с мужиком. Потому что пашет с утра до вечера, которая очень быстрая, мощная. Поехала, приехала, позвонила, сказала. Вся такая прям, знаете, на взводе. Да, села. Если вот надо будет, сейчас сядет на коня и войска с собой поведет. Вот что он думает о вас. Которая очень справедливая. Если у вас юридическое образование, то это вообще он думает, что она там юрист от бога. Она засадит меня по полной программе. На 25 лет, понимаешь ли. Как маньяка какого-нибудь. Вот он во всем остальном, если вы, например, не юрист от бога, то он считает, что она, в принципе, все равно юрист. Внутренний такой, да, у нее там. Жанна Дарк, нет, нет, о себе дает знать. Потому что она взвешивает все за и против. Если это потом, как скажет, наказать или помиловать, и все. И гильотина будет тебе. Он о вас очень хорошего мнения. Очень хорошего мнения. Потому что он считает, все, она сама, 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 сама. Сама себе хозяйка. Сама работает, сама тратит, сама живет как хочет. И вы на данный момент, ну, если еще рассматривать этот, жрицу, жрицу, да. Если рассматривать жрицу, то он считает, что она какая-то в тихом умоте черти у нее там водится. Если не ведьма, то в тихом умоте у нее черти водится. И она не все мне рассказывает. Что-то там она притаивает. Да, от моих глаз подальше. Но там у нее что-то... Я тут, блин, несчастный. А у нее там все хорошо. И в девятке пентакли, и в девятке чаш она там. Короче, как сыр в масле. И при всем этом, естественно, он думает, что она сама, сама все зарабатывает. То есть, своим характером, своим трудом, своими мозгами. Вам не нужно, девочки, ему что-то доказывать, что вы самая крутая женщина из тех женщин, которые у него были. Не надо доказывать. Он уже сам все понял, что вы крутая. И знаете, почему он к вам тянется? Потому что такая только вы крутая. Все остальные как чмушки, извините. Ну, грубо говоря. А вы самая прям вот прям все-все-все. Глянь как, а? И зарабатывает без меня. А смотрите, у меня на дне колоды. Дама пентакливая и твердо стоит, сидит, вернее, на своем троне. И бабки зарабатывает. И мудрая, спокойная, материалистка. Кто там земной знак? То есть, она вот такой, да? Он вас видит. А у вас, мужик, очень хорошего мнения. Очень хорошего мнения. И признаться не хочет в этом, что вы самая лучшая. Вот не хочет признаться. Понимаете? Даже если вы сейчас Женей Фролопесом станете там в один уровень. Такая вся вообще, да? Звезда мирового уровня. Он все равно вам не признается. Потому что мужчина, ну, как вам сказать? Я не знаю даже почему. Ну, чтобы вы не возгордились, что ли. Ну, как-то я не знаю. Как будто даже тогда, когда уже понимает прекрасно, что ты лучше, не может тебе в лицо это сказать. Ну, чтобы как бы женщина на голову, что ли, не села. Ну, не знаю. Как-то вот так это выглядит. Не хочу давать никакие советы. Что здесь советовать, я не пойму. Ну, что тут советовать? И так все понятно. Гордится он, да? Внутренне такой женщиной. Пусть дальше гордится. Вы для него авторитет? Отлично. Пусть смотрит на меня мужик. Пусть смотрит на бабу. Как надо в жизни жить. И как надо работать. Все. Что здесь еще? Что здесь советовать? Не надо, надо над собой расти, девочки. Дальше над собой расти. И не надо это делать, вот специально ему показать. Не надо ему уже ничего показывать. Для себя живите. Для себя зарабатывайте. Себя любите. Себе покупайте, любимый. Вы для себя внутри должны быть счастливой. А он со стороны смотрит. Ну, и флаг ему в руки. Надо так сказать. Милый, смотри, что ж тебе еще остается-то. Смотри дальше. Может, поумнеешь. К старости. Девочки, я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. Будьте счастливы. Пусть у вас будет все хорошо. Глаза должны блестеть. Понимаете, тело должно пахнуть духами. Я не знаю. На вас должна быть красивая одежда. Да. И ваши наполеоновские планы на эту жизнь. Вы должны просто быть, вот, как вы объясните, как луч солнца. Да, от которого хочется согреться. Вот когда вы будете такой, мне такое ощущение, что у вас уже другой мужик появится к этому моменту. Потому что мужчина таких женщин не пропускает. Да, еще походка от бедра. Понимаете? Я вышла из мая и скрылась из глаз. В пелене я на море. Девочки, я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. Будьте счастливы. Пусть у вас будет все хорошо. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok